Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале GadgetMania. Сегодня мы проверим стекло Dragon Trail на повреждения, на царапины от разного вида соприкосновений с разного вида предметами. Итак, мы начинаем. Поехали! Ну не секрет, что Dragon Trail стекло у нас аналог Gorilla Glass. Сейчас уже существует четвертое поколение Gorilla Glass, и у Dragon Trail вообще не существует нумерации, то есть они делают и делают. У нас сейчас на тесте смартфон Vali Fox Park, достаточно прикольный и очень симпатичный внешний девайс. И по заявлениям производителя на нем установлено стекло как раз таки по технологии Dragon Trail. И мне стало интересно, потому что оно очень приятное в использовании, то есть оно имеет достаточно хорошее олеофобное покрытие, технологию 2.5D, модную в 2016 году. Но сейчас я просто хочу вам продемонстрировать, что же будет с этим стеклом. Сейчас оно практически в идеальном состоянии, то есть это тестовый экземпляр. Что ж, друзья, я думаю, что будет наглядно понятно, чем мы будем сейчас заниматься. Это обычный поварской нож из нержавеющей стали, достаточно новый, то есть очень хорошо заточенный. Это вот такой вот предмет под названием отвертка для мелких деталей. Это ключи, которые вы носите в своем кармане ежедневно. Это кухонный нож, которым вы езжете картошку, овощи, сделанные из керамики. И это мелочь российская, рубли, копейки. Тоже смартфон соприкасается с данными предметами, если вы носите, допустим, без защитного чехла, пленки, просто в кармане. Давайте посмотрим, что же будет со стеклом Dragon Tail. Итак, первый подопытный это у нас ножик, точнее подопытное стекло. Но мы берем в руки ножик, в правую руку, влево держим смартфон и делаем вот такие вот движения. То есть, в случае, если ваше стекло соприкасается, бить, конечно же, мы не будем, потому что, во-первых, кто нам это разрешит. Во-вторых, скорее всего, вы не будете заниматься таким делом, как бить кухонным ножом по дисплею, по стеклу смартфона. После того, как мы сделали несколько не сильных, скажем так, движений по дисплею, мы можем заметить вот такие вот интересные царапины. Давайте посмотрим, останутся ли они после того, как мы протрем данный дисплей специальной тряпочкой. В принципе, как вы можете наблюдать, достаточно небольшие царапины остались на дисплее, и этот нож достаточно острый, потому что он сделан из керамики. Но всё-таки, конечно же, мы можем наблюдать, что небольшие изменения со стеклом по технологии Dragon Trail всё-таки произошли, и небольшие царапины, они, скорее всего, останутся на вашем дисплее. После того, как мы протёрли дисплей салфетки специальной, то есть микрофиброй, большинство этих микроцарапин исчезло. Но всё-таки, если присмотреться, то можно наблюдать, что данные трещинки, то есть микроцарапинки всё-таки остались на дисплее. В принципе, на этом можно было бы закончить этот тест, но всё-таки, так как я не ожидал, что получится вот такой вот результат, и стёклышко сдастся после первого же испытания, давайте будем продолжать дальше. Для того, чтобы, скажем так, не сильно портить устройство, всё-таки мы тестируем тестовый экземпляр, то есть он дальше пойдёт на обзор следующим журналистам и следующим YouTube-каналам. Давайте всё-таки в самом незначительном месте мы испытаем вот эту отверточку, потому что, в принципе, эта отвертка является аналогом пилки или ещё чем-то, что может соприкасаться с вашим устройством. Он сделан, опять же, из нержавеющей стали. И давайте посмотрим вот в этом нижнем углу. Будем делать вот такие вот движения по дисплею. И я хочу сказать, что даже сейчас, то есть буквально пару десятков движений мы сделали, я хочу сказать, что ничего абсолютно не осталось на краешке, на правом нижнем торце устройства. То есть никаким образом не повлияла данная отверточка на свойства дисплея, и он всё по-прежнему остаётся практически в идеальном состоянии. Третьим подопытным и, соответственно, испытуемым это будут ключи. Вот такой вот большой ключ. Для того, чтобы более было наглядно и, скажем так, неподкупно, мы возьмём другой край устройства, мы возьмём ключ и будем вот такими вот движениями наносить, пытаться наносить царапины. То есть что может произойти, допустим, при каждодневной носке вашего смартфона, к примеру, в кармане с ключами. То есть вот таким вот образом соприкасается, можно взять другой ключ, чтобы было более объективно, можно взять что-то поострее. И после этого, в принципе, давайте взглянем на устройство. У нас есть небольшие микроцарапины на стекле. Они остаются незаметные после того, как мы протрем дисплей тряпочкой. Тряпочкой протираем и, в принципе, практически ничего не остаётся. Пока у нас выигрывает керамический кухонный нож, который у нас нанёс, скажем так, более видимое повреждение, это микроцарапины по дисплею. И последнее, что у нас, точнее, предпоследнее, что у нас остаётся, это нож, большой поварской нож. Я думаю, что в жизни вы будете практически не встречаться с такой техникой порчения, скажем так, износки дисплея. Но давайте попробуем на левой верхней грани, попробуем сделать вот такие вот поступательные движения. Я, на самом деле, приношу свои извинения за звук, который вы сейчас слышите. Ни в коем случае не повторять это дома, я обязан это сказать. И давайте протрем. То есть, мы нанесли порядка десяти таких вот интересных уронов. Вы можете посмотреть, что, в принципе, с дисплеем у нас ничего не произошло. Есть небольшая коцка, но она, по-моему, была до этого. Вот левый верхний угол. Давайте я... Так вот, наверное, вам будет видно хорошо. То есть, если достаточно аккуратно, не дай бог, ваше устройство будет соприкасаться с железным, с стальным, скажем так, кухонным ножом, с ним ничего не произойдёт. Ну и крайний эксперимент – это мелочь в кармане. Это в 90% случаев вы будете носить смартфон, скорее всего, если вы не педант, с такими вот монетками у себя в кармане. И как это обычно происходит, то есть, устройство лежит вот таким вот образом. После этого оно находится вот в таком вот соприкосновении с железными монетками, которые находятся у вас в кармане. При этом ещё сюда добавляются ключи, отвертки и так далее. Давайте более тщательно потрем, чтобы было понятно, что у нас из этого выходит. Как вы можете видеть, у нас, соответственно, без протирания экрана Dragon Trail у нас видны микроскопические царапины от монеток. У нас всё ещё видны микроскопические царапины от ножа. Вот в таком положении вам будет наглядно видно. Из чего мы делаем вывод? Давайте сейчас протрем, ещё раз посмотрим. Из чего мы делаем соответствующие выводы? То есть, Corning Gorilla Glass, Dragon Trail – это стёкла, которые защищают от, скажем так, серьёзных повреждений в виде небольшой физической силы. Вот так вот выглядит дисплей. После всех наших опытов. И всё-таки, друзья, рекомендую вам использовать аксессуары в виде защитных стёкол, если вам такая эстетика нравится, если вы хотите на протяжении, допустим, по истечению, скажем так, трёх месяцев, а может быть, и ещё меньшего срока, иметь вот такой вот экранчик, то есть, конечно же, он практически в идеале, но новым его не назвать, потому что он всё-таки имеет микроскопические царапины. Технология клёвая, технология будущего, дешёвый аналог Gorilla Glass, но всё-таки это стекло в повседневной жизни. И, конечно же, царапаются, что мы с вами и доказали. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, обязательно пользуйтесь нашим купонным сайтом gadgetmania.ru и экономите на покупках в интернете. Обязательно пользуйтесь аксессуарами, защитными стёклами. Всего доброго. Пока-пока.